Рабочую неделю губернатор начал с посещения растеневодческого предприятия «Родина» в Гаврилово-Пасадском районе. Основной вид деятельности здесь – выращивание зерновых, технических и прочих сельхозкультур. Год обещал быть совершенно провальным из-за погоды, но на радость всем прогноз не оправдался. Сложно пришлось с заготовкой сена, правда, план выполнили. На кукурузном поле сейчас завершается уборка урожая. Царицу полей используют для кормления крупного рогатого скота. Кукуруза у нас посажена на 147 гектар. Убрали мы в данный момент 120 гектар, 27 гектар остается. Заготовили мы 4800, урожайность 400 центнеров на гектар. Хорошо, поэтому года хорошо. По сравнению с другими районами, вот в Владимирской области кукуруза очень маленькая, а у нас и початки вызрели, поэтому будем с молоком. Кормами и сеном регион запас. С зимовкой скота и удоями, соответственно, проблем не будет. Элеваторы на предприятии РИАД, которые посетил губернатор, наполнены. Зерновой сезон считается успешно завершенным. Более 50 тысяч тонн зерна получено. Хороший, отличный урожай овощей в этом хозяйстве. Растут на ДОИ и есть перспективы развития, есть перспективы привлечения новых инвестиционных проектов на этой территории. То же самое в ряде и других районов, таких как Родниковский, Шуйский, Савинский и некоторые другие. Развивается здесь и новое направление – овощное. В этом году вырастили 3 гектара свеклы. В будущем планируют увеличить площади в два раза. Морковь также успешно зреет. Ее здесь моют и упаковывают в пакеты от полкило до 50 килограммов. В будущем хотят высаживать капусту в открытом грунте. Но речь идет о 2019 году, не раньше. Впереди всей страны родина – похмелью. Эту дефицитную культуру пробуют теперь вырастить в Гаврилово-Пасадском районе. Это инновационный продукт. Думаю, что он будет интересен и с точки зрения рентабельности, и с точки зрения обеспечения наших пивзаводов этим дефицитным сегодня в стране продуктом. Выращивание капризной культуры планируют поощрить материально. Власти рассматривают возможность создания региональной программы с финансированием из местной казны. Необходимо вывести жизнестойкие сорта и определить, где они могут расти. А уже после вести речь о точной сумме дотации. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Гаврилово-Пасадский район.